Челябинский торговый дом сельхозтехника готов поставлять на поля Курганской области рабочие машины новейшего поколения. Доказательством этому стало их активное участие в выставке День Уральского поля 2015. Из 120 единиц техники, представленной 10 июля на демонстрационном поле села Кресты Шадринского района, опрыскователь Туман-2 занял заметное место. Я занимаюсь подставками и работаю сельскохозяйственной техникой, участвую на многих выставках. И вот сегодняшнее мероприятие меня удивило организованностью и большим количеством присутствующих здесь на выставке, как гостей, которых интересует техника, так и представителей заводов. Дилер Самарского завода «Пегас Агро», работающий с производителем полевой машины 6 лет, торговый дом сельхозтехника из Челябинска. За время сотрудничества с поставщиками из Самары челябинские специалисты уже обеспечили немало полеводов хорошей техникой. Более 20 опрыскивателей Туман-2 первого и второго поколений работают на полях Челябинской области. Настало время передовой модели 2015 года. В этой модели учтены все пожелания сельхозпроизводителей за последние 5 лет. Давно мы эту машину ждали. Все, что необходимо для современной работы, эта машина имеет. В отличие от предыдущих машин обоих поколений, новый опрыскиватель обеспечивает более широкий охват площади – 28 метров. Емкость для рабочей жидкости размером 2 кубических метра, Ее расход от 50 до 300 литров на гектар, в зависимости от потребности, позволяет более продолжительное время, чем ранее, не прерываться трактористу на заправку цистерны. Двигатель 107 лошадиных сил работает на более выгодном, чем бензиновый дизельном топливе. Кроме этих основных пожеланий землепашцев, конструкторы снабдили машину компьютером и навигатором. Техника способна работать на шинах низкого давления, что позволяет двигаться по всходам, которые после ее прохождения по полю легко восстанавливаются. В комплект входят также колеса, позволяющие работать на пропашных культурах. Машина имеет возможность увеличения клиренса, что позволяет работать с сельскохозяйственной культурой на любых стадиях развития. «Туман-2» предусмотрен для работы с различными сельхозкультурами. Штанга, раскинувшаяся в ширину на 28 метров, регулируется в пределах 2 метров и по высоте. Также существует функция пластикционное отключение при работе, то есть войная обработка верновых, и она уже исключена. Опробовать технику прямо на выставке захотелось многим. Не сдержался и губернатор. Алексей Кокурин воспользовался возможностью самому испытать комфорт управления новейшим трактором «Челленджер». Опрыскиватель «Туман-2» тоже не остался без настойчивого внимания посетителей выставки. Он был исследован специалистами и внутри, и снаружи, как на предмет удобства в эксплуатации, так и на предмет надежности технических блоков и качества обработки культур. Сам опрыскиватель идет мягко. Считаю, что по неровности отлично идет, потому что на скорости работает хорошо. С предыдущими опрыскивателями проблемы, которые у нас более российские, они работают жестко. Подрессорены, конечно, все это жестко идет, сама по себе работает. А этот мягко работает, скорость и удобно в обслуживании. Будем брать? Да, 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 по возможности возьмем, конечно. Хорошая техника. Рад за Россию, за нашу все это. Челябинский торговый дом сельхозтехника готов сотрудничать с любым поливодческим хозяйством. У специалистов наработан хороший опыт взаимопонимания, как с поставщиками техники, так и с ее покупателями. Значение в долговечности работы техники имеет сервисная служба. Наше предприятие, торговый дом сельхозтехники, в сезон переходит на круглосуточную работу. То есть вы можете нам позвонить хоть утром, хоть вечером. Мы всегда готовы к вам выехать. Запас запасных частей у нас всегда есть. В Кургане, кроме того, есть наше представительство. То есть бесперебойное сервисное обслуживание мы вам гарантируем. Гарантию продукции всех участников выставки сельскохозяйственной техники День Уральского поля 2015 на Шадринской земле оценили по достоинству как сами растеневоды, так и высокие гости первого в Заурале форума сельхозпроизводителей, объединяющего усилия поливодов и промышленников. Убежден, что при внедрении, при весенне полевых, осенне полевых работ нашей отечественной техники мы сможем внедрять высокотехнологичное производство в области сельского хозяйства. Я думаю, что Керентий Семенович Мальцев был бы доволен теми тенденциями, которые появляются у нас в последний год. И должен отметить, что на самом деле Урал богат не только своими природными ресурсами, но он богат и людьми, которые трудолюбивы, целеустремленны, честны. И с вашей помощью нам, Минцельхозу, с вашими регионами, не страшно выполнять производственные показатели импортозамещения и продовольственные безопасности.